У нас вопрос, который задается со всех уголков Израиля. Говорят, что если вначале, когда мы изучали Зор, было ощущение какого-то трепета, какого-то предвкушения огромного, сейчас же, изучая Зор, есть какая-то рассеянность, некоторые даже пишут о неком отторжении ненависти к Зору и спрашивают, что же случилось. Да, что-то с нами случилось, это верно. Зор ведь не поменялся, человек поменялся. Его эгоизм возрос, его желание получать выросло, поэтому его отношение таково. Здесь недостает важности и оценки, почитания того, что совершенно не находится среди нас. в плоскости нашего мира. Нет более высокого, возвышенного текста, чем Зора. Просто не существует ничего подобного. Поэтому, как мы можем относиться к нему так? Это признак животного, который не ощущает, не понимает. Поэтому нужно тут стараться выйти из этого состояния. Как? Как? Как обычно, через группу, через окружение, которое должно поднять тебе важность этого? Я не знаю, что еще вам сказать тут. Я стараюсь не терять важности к этим всем вещам в течение многих и многих лет, потому что иначе я не удостоюсь ничего. Все это зависит только от меры трепета, важности, почета перед тем, что находится перед нами. И все это зависит от окружения. Все зависит от окружения.